В Ульяновской области с рабочим визитом побывал Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Федеральные эксперты, губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетили строящийся храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского на проспекте 50-летия в ЛКСМ. Напомним, 6 декабря 2021 года, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского был заложен первый камень в основании этого храма. Может, вот здесь закладывали? Да, да, да. Вот прямо в центральной части. За 10 месяцев строителям удалось сделать многое. Первый этап строительства – кирпичная кладка практически завершён. В сентябре на храм уже подняли купола. Здесь планируется сформировать единый городской комплекс, который будет включать в себя храм, площадь, зелёные зоны и центр «Патриот». После осмотра храма Сергей Степашин провёл встречу с губернатором Алексеем Русских. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона. Сергей Владимирович, спасибо за внимание. Нашему региону, мы с вами уже встречались. Будем вы заложены, строящиеся храмы. Санкт-Петербург, большое спасибо. Самое активное участие принимаете. Уверен, что в следующем году должны мы его достойно. Обсудили реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. Сейчас в регионе необходимо расселить 2500 человек, что в пересчёте на жилую площадь составляет 44 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Общая стоимость реализации составляет 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда рублей средства фонда. Ещё 1,2 миллиарда обеспечивает бюджет региона. В связи с удорожанием стоимости квадратного метра жилья готовится заявка от региона на выделение доп. финансирования. Это позволит сохранить темпы строительства. Ульяновская область надеется на поддержку фонда. Я действительно хочу сказать большое спасибо вам, вашей команде. Ульяновск придёт с опережением. То, что мы досрочно, я имею в виду и фонд, и область, мы тут неделю на две страницы выполним программу, переселим. Полтора тысячи человек осталось переселить, чуть меньше даже. Вот, 1400 человек осталось переселить, я думаю, программу мы выполним. Напомним, в 2021 году между Ульяновской областью и Федеральным фондом содействия реформированию ЖКХ заключено соглашение о выделении средств на реализацию ускоренной программы расселения аварийного жилья в размере 789 миллионов рублей. Благодаря финансовой поддержке до конца 2023 года в новые квартиры из аварийных домов переедут более 1200 ульяновцев. Валентина Никонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.